Всем привет! Сегодня я еду в Зарайск. Получается, Зарайск от меня примерно 36-38 километров. Короче, сделал вот такой типа колхозный байкпакинг. Так, для новых зрителей это электровелосипед Enduric. Батарея 48 вольт 12 ампер. Мотор-колесо 500 ватт, максусный редукторный и контроллер на 35 ампер. И сзади вот такую батарейку установил. Там 11 амперный, тоже 48 вольт. Ну посмотрим, сколько сегодня выкатаем. Весь пыльный, немного, правда. И у меня с собой вот такой небольшой рюкзачок. Там я поставил, короче, воду. Ну, воду и перекусить. Вот на раму, вот в синей штучке, там ремкомплект. Крейсерскую скорость держу примерно 27-30. Кручу педали. Недавно установил себе на 48 зубов звезду. Изначально у меня была на 38. Не хватало ее, приходилось чересчур, короче, много крутить педалями. Ну, именно быстро. Уставал не от того, что помогаю велосипеду, а от того, что масла их чересчур много. Ну, вот такие дела. Ну, мучим. Посмотрим, может, Кремль. Зайдем в Кремль, посмотрим. Все, ладно. Всем приятного просмотра. Так, забыл сказать, я выехал, когда из дома, было 360 километров. Сейчас 364. Вот посмотрим, какой пробег будет. Блин. Еду против ветра. 27. Не знаю, слышно там меня, нет. Я там на микрофон поролонку кинул. Ну, проехал уже, получается, 14 км. Фу. Так, напряжение уже, блин, 51,8. Ну, конечно, с таким ветром это жесть просто. Парк. Хорошо. Да. Спасибо. Продолжение следует. Спасибо. Спасибо. Так, проехал уже 20 км, еще 20 км. Вот там на поле какая-то, как это называется правильно, ветер, короче, такой. Так, музей. Зарайский Кремль, 18 км. А, ну вот, получается 38 км, короче. Ну, от моего дома до Кремля. Я нашел какую-то перчатку. Э, муха. Нифига себе, тут муха, блин. Целый рептилоид какой-то. О, вафельки, сейчас поедем. Перекус небольшой. Так, иди отсюда. Да отвали ты. Иди на другую остановку. Вредная такая, муха. Черт у нас. А, ну, жить можно. Еще 20 км можно без мотора накрутить. Ветер встречный, очень сильный. Я, короче, еду прямо с рюка, к вольтажу у меня падает. Посмотрим, сколько мы сегодня проедем на двух аккумуляторах. Ну, все нормально. Но, обещают, после четырех дождь. Да-да, печаль. Ну, не знаю, где-нибудь спрячутся на остановке. Вау. Всем приятного аппетита. Короче, сижу пока. Перекус делаю. Думаю, может, сюда на вилку еще установить такие, не знаю, что-то придумать. Вот, чтобы там воду установить, чтобы я ее не вез там в рюкзаке, да? Куда-нибудь ее туда зацепить. Не знаю. Сумку для аккумулятора я сделал. Я просто сейчас ради эксперимента хотел посмотреть, как это все. Только начинаешь снимать, короче, и машина за машиной начинает. Ткань куплю и... Ткань куплю и хочу сшить сумку. У меня там получается 13С 5П. Там примерно 4,5 килограмма. Стоит, киркулятор. Доброго��ferем². Ткач. Там ткач. Это совсем teve homelessness. Сейчас, скорее, мальчикловой? Дв인데 с токациями плана. Вот и подъехали мы к Зарайску 37, ну я думаю, если сам Зарай заехать, то 38 будет. Ну короче, идем на речку, умоюсь, потому что вода есть вообще. Так там, отдыхающие туристы открыли пляжный сезон или нет. Ну, дорогу есть, конечно, да. Продолжение следует... Освежиться немного. Ну, освежился, можно еще сотку бахнуть. Так, по бальтажу что-то. Так, по батарее. 49,4 километра у нас. Мы выезжали, я с дома было 360, сейчас 397. Ладно, отдохну тут немного. Блин, где сел, короче, где обедал на той лавочке. Шорты желтые, это тоже, короче, вот так, все в краске. Ну, ладно. Баль, сейчас по ступенечкам придется его тащить. А что делать-то? Легко. После пятого этажа это, я вчера. О, вот и Кремль. Огромный конец. Сейчас поедем туда. Сделаю вам маленькую экскурсию. О, плиточку кину, мы еще по плитке и поедем. Я ж культурный человек. Оп. Ну, в том году этого не было. Ну, в том году строилось, даже. Реставрация шла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сделали круто, чем поедем к главному входу. Тут народе сюда. Ну, туда, как я понял, экскурсии в озер. Вот так это все выглядит. Сейчас пойдем, посмотрим. Да, ну, стену тут, конечно, блин, офигеть. Плюс на его спеле, раз-два. Офигеть, да, какие ворота. На заклепках. Ну, стены, конечно, тут. Там, наверное, эти лучники были, выходили там. Вон там кто-то кует железо, что пойдем посмотрим. Ну, древесный угля находится одинаковая температура, как и каменной. А так, там фигу прогуляли, а я нет. Я ее мало не прогулял, мне еще и сейчас не доеду уже заново учить. Ну, в общем, смысл в том, что то кокс, что каменный, бурый и древесный уголь, они дают примерно одинаковую деленку плату заранее. Соответственно, ковать на дровах, это не представляется возможным, или надо делать большой чан каменный, там загорят дрова, мы оттуда уголек подскребаем к подуву и уже на этом куем. Вот это а-ля версия Skyrim, если кто видел этих кузнецов, там как раз именно вот эту фишку пытались изобразить. Якобы он на дровах куёст, ну, там вот, кто-то не знает, не поймет, а кто-то, в смысле, знает, поймет, а кто не знает, он видит какую-то странную красивую картинку, такой в жизни не бывает, на самом деле. Так, ага, еще чуть-чуть. У нас на подувь просто палочка, тем на пятном. В общем, сам выдух охлаждает, если к Мише положил, надо вкладывать заготовку так, чтобы немножко была на углях и зарыта углями. Если сильно нападут, у нас, получается, нагрев не будет происходить, потому что воздух будет вкладывать от вашего кулашка. Вот такая вот система. Что делать? У нас есть два таких инструмента. Соглогубцы, густогубцы. Мы берем какой-то условно-произвольный сейчас кусочек. И, например, вот сейчас беру вот эту, крепко зажимаю, вот эту руку от себя вот так, хоп, видишь, крутанулось. Потом перекладываю и еще раз, хоп, вот видишь, у нас получилась такая спираль. Далее ты процедуру не повторяешь, опять греешь. Почему? Потому что она уже остыла, и ты крутанешь. Но в твоем случае, вот, например, можно взять вот здесь, ну, или без разницы, то же самое, вот здесь. Вот, поэтому такой углогубцы на левую руку. Хватаем там, где кончается рисунок. И второй вариант мы уже тянем к себе. Блин, ну, стены, блин, метра полтора, наверное, тут, а там-то шире. Интересно, тут что стоит, может пушки в эти отверстия. Офигеть. Ну да, крепость такая. Впечатляет, конечно. Такой колокол. И маленький. Так, куда едем. Какая же, как книжки такие. Какая же, как книжки такие. А, какой заразь был? Вот так выглядел, да? Значит, наверное, ярмарка. Или рынок такой местный. ХЗ, ну, я сейчас сгорю, блин, от солнца это. Я breathe. Три. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 нормально этот по березовиков нету ху блин деревенский байкпакинг земляника цветет скоро землянику есть будет блин ну хоть солнца нет вообще шикарно ехать ветер о блин куй уж убежал видняга думать и чё блин мужик не бойся я тебя не трону братан толзи себе приперся этот и тут меня нашли до так идет для каймут гадю как цапнет за на у нас нет а может есть я ни разу не видел уже и встречала да ты стали стопками конечно березки вот хочу что было всегда вот так тенёчек попутный ветер шикардос прям уехал бы ехал бы ну чё масло я 46 вольт 422 километра получается проехал 62 километра на этом аккумуляторе думаю 70 с копейками вытянем интересно название титаны на титану тут жили 435 километра проехал 75 км у меня еще по вольтажу 45 7 но еще думаю километров 5 можно проехать короче с помощью педалей батарея 48 вольт 12 ампер у меня тут чистые 12 есть это сто процентов вот 80 км может проехать куда стоя остановки я начал запись видео так это я даже еще не подключал вон у меня шнур тут я даже ее не подключал еще ну короче 80 км вытянула это вообще отличный результат это из-за этого из-за большой звезды вот это что я могу помогать прямо нормально и получается можно хорошо сэкономить батарею ну все кому понравилось видео ставьте лайкосы кому не понравилось дизлайки ладно всем хороших покатушек